Вера 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 Ну вот, все оформили. Пора домой. Ты готова? Че-че, дома отдохнешь, сил наберешься. Дом — это самые лучшие лекарства. Голова не кружится? Так, девушки. Приехали? Машина подана. Отлично. Сюда можно уехать. Люба, ну нельзя так долго убиваться. Мы вот Васечке уже годик отметили. Он скоро говорит, значит, нет. Ну, поедем. Маша тоже тебя ждет, Люба. Мам, не надо про Васю. Лучше пожалей о меня. Вера, не дави, но никакой формы. Тогда я знаю, что вы приедете. Да, Сергей Васильевич, спасибо. Спасибо за вашу поддержку. Там ты можешь на меня всегда рассчитать. Да, поняла Вас. До завтра. Вера Ивановна. А? Здрасте. Здравствуйте. Не подскажете, как Любочка? Я что-то не могу до нее дозвониться. Пока особо радоваться нечему. Доктор сказал, нужна длительная реабилитация. Так что, не скоро у Вас Любочка появится. Да о чем Вы говорите? Я все понимаю. Вот уж беда так беда. Вера Ивановна, не без сути, я тут кое-что принес для Надиного малыша. Чистого сердца. Правда. Спасибо. Спасибо. Я Вас провожу, помогу донести. А Любочка поправится. Обязательно поправится. Конечно, конечно. Никто не сомневается. И вот еще что. Если вдруг что-то Вам будет нужно, сразу ко мне. Может какие-то деньги на лекарства. Соберем всем коллективом. Правослова. От всего сердца. Спасибо Вам. Алло. Алло. Вася. Алло, алло. Мама? Ты слышала? Мам. Он мамы сказал. Любка, он мамы сказал. Здорово. Звонят что ли? Кто-то пришел. Тетя. Алло. Тетя. Давай. Мама, ты мой сладкий. Те кто такое заговорил? Это кто заговорил? Это такое счастье-то мое. Ну-ка. Давай еще раз. Ничего не понимаю. Какая-то повестка курьер принес сказала, что в суд. Какой суд? Судья Павла призывает Вас к гражданскому делу о лишении родительских прав. Слушай, ну-ка посмотри, там телефон должен быть написан. Может быть, я живу? Давай звонить. Давай-давай-давай. Надо позвонить. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Алло, здравствуйте. Вы не могли бы меня соединить с Павловой? Судья, да. А вы знаете, произошла какая-то ошибка. Вот нам пришла повестка на двадцатое число. Фамилия Данилова. Надежда и любовь. Понятно, спасибо. Ну что? Они ребенка хотят забрать. За Васечку, что ли? Как это за братик? А он кто-то исполнил. Мне кажется, это как Васечка. Я скрывала беременность. Я вообще не понимаю, почему Владимир решил, что это его ребенок. Надежда Павловна, не утруждайтесь. Суд все равно сделает медэкспертизу и все сразу станет на свои места. И как только выяснится, что Ваша сестра фактически отказалась от ребенка и передала незаконно его третьему лицу, ребенка сразу дадут на воспитание родному отцу, которого держали в неведении. Честно говоря, даже не понимаю, почему Вы не усыновили ребенка законным путем. Да потому что. Она хотела сделать аборт и согласилась. Только если об этом никто не узнает. Да. Я всем сердцем, конечно, на Вашей стороне, но закон сильнее меня. Я люблю его. Он любит меня. Он мой сын. Он не засыпает без меня. Они не могут у меня его забрать. Мы, конечно же, сделаем все, что в наших силах. Но я хочу сразу предупредить, шансы ничтожно малы. Я вот одно не могу понять, откуда отец узнал о ребенке, если Вы все так тщательно скрыли? Вера Павловна. Ой, Сергей Васильевич, а Вы чего здесь? Кого-то ждете? Вас. Меня? Это Вам. Это мне? Вам, Вам. Спасибо. Спасибо. Вера, Вы знаете, что я в последнее время стал замечать? Вы какая-то сама не своя. Это что, из-за дочери? Я что, стала плохо работать? Да нет, нет. Тут без претензий. Понимаете, я хотел сказать, что мне стали очень важны. Они очень, очень дорогие. И я хотел бы сказать, что Вы полностью можете на меня рассчитывать. Вы что, пытаетесь за мной ухаживать? Да, Вы мне нравитесь. Сергей Васильевич… Давайте договоримся так. Просто Сергей. Понимаете, Вера, я просто очень волнуюсь. Я боюсь услышать отказ. А что Вы хотите услышать? Не знаю. Все, что угодно, только не отказ. Не знаю. Можете сказать, что для Вас это так неожиданно, что Вы должны подумать, но только не отказ. Но, действительно, это все очень неожиданно. И я должна подумать. До завтра. Ну-ка, сидеть. Ты рассказала? Нет, я хотела ему отомстить. Сломать его новую жизнь, которую он распланировал. Получается, он ко мне просто так приехал в последний раз. Знаешь, что ты натворила? Ты влюбленная дура. Я же тебя предупреждала. Ну прости меня, что я дура. Ну прости, ну пожалуйста. Прости, ну я думала о себе. Ну что, хорошо, хорошо. Что я могу сейчас сделать? Ничего. Все, отдыхай. Ты уже все, что могла, сделала. Можешь расслабиться. Теперь просто заберут нашего ребенка. Моего ребенка заберут. Ты понимаешь? Вообще-то ты сама со мной ходила на свидание. Ты видела, какой он был. Ты видела, что он говорил, что по мне соскутился, что он жить без меня не может. Ты видела это. Да. Ты права. А знаешь почему? Потому что я такая же наивная дура, как и ты, вся в мать. Тоже хочу видеть. Вы люди хорошие, не замечать плохое. Ладно, короче. Теперь нас просто заберут у ребенка и все. Ты понимаешь? Ты предала меня. Ты нас всех предала. Ты слышишь? Что ты молчишь? Ты… Как ты могла? Ты… Ты понимаешь, что ты наделала? Ну, перестань. Ну, перестань. Не плачь. Не плачь. Ну, успокойся. Возьмите. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А я в магазин идут, надо что-нибудь взять? А, нет, не надо ничего. Ну, смотрите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а семья Даниловых здесь обитает? Здесь живут. А по какому вы к ней вопросу? Я к ним по семейному вопросу. А ну так проходите. Тридцатая квартира. Спасибо. Вот и думай. К ним на такси приезжают, да еще по семейным вопросам. Небось, Даниловые ребенка из роддома выкрали. А теперь шантажируют богатеньких родителей. Я вам так скажу, Степановна. Они еще и кучу бабок сорвут, эти Даниловые. Да у тебя, Маргарита, вообще мозги набекрень. Как ребенка выкрали. Да если бы они ребенка выкрали, так мне эта тетка ходила бы тут. А у нас уже спецназ парковался бы. Итак, если вы не хотите больших, очень больших проблем и неприятностей, я предлагаю уладить это щекотливое дело полюбовно. Вы мирно и тихо признаете, что этот мальчик не ваш ребенок. И тогда уголовного преследования не будет. Живите, как хотите. Ну или как можете. От вас только требуется вернуть ребенка родному отцу. Я не понимаю. Зачем вам ребенок? Зачем? Очень смешной вопрос. Вы посмели влезть в мою жизнь. В жизнь моего сына. А вот это непростительно. К тому же я хотела бы, чтобы мой внук воспитывался подобающим образом и рос в нормальной семье. И еще мне не хотелось бы, чтобы у Любовь Пауны были бы хоть какие-нибудь средства давления на нашу семью. Учитывая ее непредсказуемость и нездоровую психику, я хотела бы оградить своего сына от неврастенических припадков данной особы. Убирайтесь. Вася, вы не получите. До свидания. Это ваше общее решение? Да, общее. Уходите. Да. Ну что ж. Значит, мы с вами увидимся в суде. И я, как юрист, этот суд выиграю. И я вам не советую прятать Васечку или сбегать с ним. Это будет квалифицировано как похищение ребенка и чревато очень, очень серьезными последствиями. Я буду давить вас до тех пор, пока вы не попадете в психушку. Все трое. Провожать не надо. Всего доброго. Провожать не надо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Любовь Павловна, я закончил. А? Закончил. Спасибо, Андрей. Следующее занятие в четверг. До свидания. Угу. Здравствуй, Люба. И тебя не хворать. Я бы тебе ни за что не набрала, если б не визита этой твоей мамаши, под дудку которой ты пляшешь всю жизнь. И будешь плясать до смерти. Твоей или ее, неважно. Так странно, что я могла сходить с ума по такому человеку, как ты. Могла, Любочка, могла. У меня даже переписка сохранилась и фотографии. Только на этих фотографиях не ты, а совершенно другой Володя, которого я в свое время придумала в своей голове. Конечно, он был прекрасный. Люба, вот честно, на любовную философию у меня нет времени. Я жену свою теперь люблю. И болтать мне с тобой некогда. Да мне тоже не доставляет никакого удовольствия с тобой разговаривать. Я звоню. Не то, чтобы попросить. Тебя все равно без толку о чем-то просить. Я рекомендую, повлияй на свою маму. Я не знаю, как это делается. Но будь добрый, прекрати эту всю судебную историю. Извини, Люба, не могу. Твой поступок, вернее твой поступок с Надей, это дикость. Все давай, у меня нет времени. Увидимся в суде, пока. Любовь Павловна, Люба. Люба, извини, я случайно все услышала. Ты не могла бы дать телефон этого типа? Я хочу с ним по-мужски поговорить. Не надо. По-мужски нужно с мужчинами, а этот… Люба, я понимаю. Вам сейчас очень тяжело, у вас большие проблемы. Завтра суд. Я очень хочу помочь. Я сделаю все, что смогу, потому что я… Я знаю. Спасибо тебе, Игорь, за то, что ты есть. Извини. Ваша честь. Вы слышали показания медработников. Ребенка рожала Любовь Данилова, а матерью записана ее сестра, Надежда Данилова. Подлог налицо. Да я до него дозвониться не могла, он ни на звонки, ни на эсэмэски не отвечал. Прошу тишины. И даже после всего этого у матери была возможность все рассказать. Ведь вы продолжали поддерживать отношения по новому месту жительства. Их видели возле дома. Да с какой стати я должна была перед ним отчитываться, он меня бросил. Люба. Я прошу тишины. И ответчик, прекратите выкрики с места, иначе я удалю вас из зала и процесс продолжится без вас. Антонина Дмитриевна, у вас все? Да. Пока все. Николай Петрович? Да. Мы просим вызвать свидетелей Степанцову. Ваша честь, я хочу поддержать Любу и Наденьку. Надежда Данилова очень хороший воспитатель. Она любит детей, умеет находить с ними общий язык. Ее просто дети все обожают. Вы знаете, я считаю, что она заслуживает воспитывать ребенка. И вообще, отнимать у матери сына, это бесчеловечно. Вы закончили? Да, у меня все. Ваша честь, поправочка можно? Да. Она не мать. Она похитительница. И я не удивлюсь, если прокуратура решит самостоятельно открыть уголовное дело по статье «Похищение человека». Да ты вообще, Мегера, Ваша честь, она у нас квартиру отняла. Она просто преследует нас и мстит непонятно за что. Пристав, выведите их из зала. Решение будем принимать в вашем отсутствии. Прошу покинуть зал. Прошу покинуть зал. Спасибо. Девочки, все равно будем подавать на ампиляцию. Можно еще попробовать все исправить. Мам, что ты исправишь? Там видно было, что все куплено. Ничего страшного. Будем бороться до конца. Девочка, в седьмую палату новенького привезли. Вот истории болезни. Готовьте к операции на завтра. Вера. Вера, это что, случилось? Васечку суд постановил отнять у нас Васечку. Сегодня сообщили, что апелляцию отклонили. Это же несправедливо. Они могут забрать его в любой момент. Как забрать? Что значит забрать? Ну вот зачем? Ну зачем, Васечка? Что, что, что? Должен быть какой-то выход. Надо что-то придумать. Это, это решение суда. И ничего тут не поделаешь. Вера, слушай, давай так Надю с ребенком перевезем ко мне. У меня точно никто не уйдет. Сейчас хотя бы выиграем время. Что-нибудь придумаем. Сергей Васильевич, Сережа, но у тебя же у самого могут быть неприятности. Я никому не позволю. Путить жизни тебе не твоим близким. Спасибо. Я поговорю с Надей. Ну-ка, давай посмотрим, кто к нам там пришел. А кто там? Здравствуйте. Квартира Даниловых. Позвольте войти. Инспектор Рафика Кементович, судебный пристав Чеботарев, судебный пристав Полевой. Возьмите, ознакомьтесь. Да не бойтесь, давайте ребеночка я вашего подержу. У меня двадцать лет работы с детьми. Опыт. Как зовут? Васечка, Васечка. Васечка, ну что вы? Простите, я не совсем понимаю. Это что вы? Что тут понимать? Ваш малыш по решению суда отправляется к законному родителю. Если хотите вещички собрать, ваше право. Но это же не закон. У нас не было в зале суда. Подождите. Да вы что? Верните ребенку. Вы что, от сволочи? Отдайте ребенка! Да что это такое, а? Отдайте ребенка! Господи! Алло, Надя! Да, привет, мамуль. Надя, Васечку забрали. Вот так пришли приставы забрали. И что же делать теперь? Надежда Павловна, вы куда? Парень, а куда Васятку увозят? К папаше до одному. Так в суд решил. Любочка, а ну-ка дай-ка мне адрес Володи. Не беспокойся, у меня есть один аргумент. Да, все, потом. Ну? Так, поняла. Пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любочка, моя хорошая. Помогите, помогите, помогите. Да, у мамочки. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Не тронь, не смей сумасшедшая! Помогите на ребенка воровать! Помогите! Девочка, упустите! Девочка, упустите меня! Алло? Алло, Вера Данилова? Да. Я звоню по просьбе вашей дочери Наде. А почему? Что с ней? А где она? Не волнуйтесь, она в полиции. Где? Мамулечка, ну что я сейчас могу сделать? Что значит, что могу? Сестра твоя хотела похитить ребенка, твоего ребенка! Ты понимаешь это? Она пошла на преступление! И это все из-за тебя, по твоей милости, Люба! Я этого не хотела. О боже мой, мы это уже слышали в суде! А теперь как хочешь, давай действуй, спасай сестру! Как? Как хочешь! Кто есть из друзей, знакомых, ну? Андрей, это друг Володи. Так. Но они сейчас с ним больше не общаются. И к тому же ему Надька нравилась, я это видела. Ну вот. Давай, звони, ищи. И Нестерову. Позвони, он тебя любит, слышишь? Мама. Дочь. Это не последний человек в городе. Давай мне телефон Андрея, я сама ему позвоню и все лучше объясню. Вот это… А ты беги к Нестерову. Ну давай, живо! Алло, алло, Андрей? Да, это я. Здравствуйте, это мама Нади. Мне очень нужна ваша помощь. Что случилось? Надя, в тюрьме. Господи, Боже мой, ну это еще не самое страшное. В общем, Игорь, у меня в этом городе кроме тебя вообще никого нет. Семья вся разрушенная, я во всем виновата. В общем, если ты не поможешь, я не знаю, мне… или с крыши прыгать, или с таблетками прыгать. Люмочка, ну что ты, перестань. Не надо глупости говорить, я… я сделаю все, что смогу. Вытащи, пожалуйста, Нади у стюрьмы. Алло, Паша, здорово. Паша, я по делу звоню. Очень нужна твоя помощь. Ага, хорошо, куда подъехать? Когда? Слушай, старина, нужно быстрее. Отлично, еду. Поехали. Андрюха, ну ты садист. Привет. Я всю ночь прогу писал, два часа назад спать лег. Чего у тебя такого срочного случилось? Костян, выручай, беспредел творится. Хорошим людям помочь надо. Что делать? Нужна вся информация об одной семейке нефтегазовой. Папа, дочка, зять. Компромат. Да причем такое, чтобы они стали сговорчивы и сговорчивы. Но публичная огласка тебе не нужна. Это уже легче. В чем суть проблемы? Короче, группа сволочей богатых. Гнобит очень хороших, но не богатых женщин. И ты решил их прищучить? Ага. На, я-то подпишусь. Костян, выручай, ну очень надо. Успокойся, сделаем. Давай исходные данные. Ага, сейчас. Так. Любочка, не волнуйся, все будет хорошо. Угу. Ну, просыпайся, что ли. Давай, давай, вставай. Держи. Угу, спасибо. Значит, смотри, здесь все подробно расписано. Про офшоры фирмы «Однодневки» начни сразу, чтобы Андрей Михайлович понял, с кем он имеет дело. Он нас не убил за это. Могут, поэтому ты обязательно обозначь, что у тебя есть проверенный человек, который в случае твоего исчезновения сольет всю информацию в интернет, в открытый доступ. Понял. Дай информацию по Володе, зятько. О его левых договорах, о махинациях, юридических. Вот. Но самое главное, расскажи, что тебе известно. О том, что он делал до свадьбы, после. Как он относится к своей жене и любимому тестюшке. Очевидно, после этого тестюшка поплывет. Ну, и если не прибьет зятька, то из конторы погонит однозначно. Чё? Неудобно как-то. Чё? Чё неудобно-то? Да я себя с тукачем ощущаю. Да брось ты. Добро должно быть с кулаками. Если хочешь наказать зло, бей на отмыши, не оглядывайся. Тем более, что правда за тобой ты не врёшь. Понял? Влады, спасибо тебе большое. Сухим спасибо, горло не промочишь. Так что с тебя бутылочкой чего-нибудь приятного. Ты ж меня знаешь. И компания. Обязательно. Спасибо большое. Рад был видеть. Держись. Надо же. Значит, квартиру отжали и ребёнка. Так точно. Это нехорошо. Некрасиво это. Согласен. Серёжа, набери-ка мне Приходько. Алло, Приходько? Здравствуй, Приходько. Молодец, что узнал. Что там у тебя происходит вообще? А то ты не знаешь. Женщина обняла ребёнка её за этого обезьянник? Меня твои оправдания не интересуют. Ладно, давай. За ней приедут. И проводи задержанную со всем почётом и извинениями. Понял? Сегодня же всё, отбой. Паш, спасибо тебе огромное. Я твой должник. Брось, старина. За справедливость я впрягаюсь безвозмездно. Спасибо. Сын-то, кстати, как? Хорошо, спасибо. Летает. Ну, передавай привет. Обязательно. Ну? Всё хорошо. Надя свободна. Скоро будет дома. Ну что? Поедем сестрёнку освобождать? Не надо. Андрюша звонил. Он уже в отделении. Надя ждёт. Тогда домой? Угу. Да. У вас система, что ли, Грючич? Системой всё нормально. Просто ваш пропуск аннулирован. В смысле аннулирован? Вы вообще знаете, кто я? В распоряжение руководства. Все вопросы к нему. Что за черт? А, да, конечно. Конечно. Как и договаривались. Андрей Михайлович! Андрей Михайлович! Да подожди ты! Меня там в офис почему-то не пускают. Это потому, что ты редкостным козлом оказался, Вовчин. Не понял. Как не понял? Вначале ты с моей Наташкой за кольцами обручальными поехал, а потом в этот же день в Лесногорск любовницей бывшей в койку мотанулся. Нет. А теперь ещё своего ублюдка малолетнего хочешь на шею ей посадить. Андрей Михайлович, вы о чём говорите вообще? Значит так. Из офиса моего ты прямо сегодня выматываешься. И чтобы ноги твоей больше не было ни здесь, ни в Наташкиной квартире. Это раз. И я потом сам артирую. Своего ублюдка малолетнего забираешь прямо сегодня и делаешь с ним что хочешь. Это два. Андрей Михайлович, выслужите меня, пожалуйста. Ты ещё радуйся, сынок, что я уголовное дело на тебя не завожу. Я про твои художества с бухгалтерией уже тоже всё знаю. Это три. Андрей Михайлович, пожалуйста. Андрей Михайлович… Катя, мамаши свои передашь, что юрисконсульта я меняю и контракт с ней расторгаю. Это четыре. Валера, покажи, товарищи, у меня есть территория. Нет, нет, нет. Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, да подождите, Андрей Михайлович! Спасибо тебе большое, Андрюша. За что спасибо-то? За то, что в трудную минуту рядом оказался настоящий мужчина. Надя, подожди. Ты вот сказала, настоящий мужчина. Когда твоя мама позвонила, я очень испугался за тебя. Я понял, что ты мне небезразлична. И я хочу быть рядом. Всегда. Подожди, ты сейчас сказал, рядом всегда? Стой, не перебивай. Ты мне очень давно нравишься. А сейчас я понял, что не представляю жизни без тебя и без Васи. Андрюша, ты стал для меня очень близким человеком, но давай сначала Василечку вернем, хорошо? Да, конечно. Ну, ты понимаешь, кретин, что ты натворил? Ну, что нам теперь делать с этим ребенком? Нет, я, я в своей квартире после этого его не потерплю. Что, в детдом сдавать? Мам, ну, мы же не можем просто так отдать им Васю. Он же не вещь какая-то. Мало того, что ты похоронил свою карьеру, свою репутацию, ты похоронил мою. Ты меня, в конце концов, ограбил. Да ты такой же неудачник, такой же неудачник, как твой отец. Так, последнее, что я могу для тебя сделать, составлю полюбовное соглашение сторон, где ты добровольно отказываешься от прав на этого ребенка. Ты меня понял? Очень надеюсь, что эта семейка не передумает его забрать обратно. Слушай, уйди ты с глаз моих, а? Не могу тебя больше видеть. Алло. Да, доброе утро, Андрей. Что? Конечно, конечно, мы сейчас приедем, заберем. Спасибо. Девочки, Надя, Люба, идите скорее сюда. Что такое? Быстрее собирайтесь, они готовы отдать нам Васечку. Ну собирайте же скорее. Так, что, командир, ждешь? Жду. А признайся, командир, на кого из троих глаз положил? А то мы чего-то тут запутались. Игорь Васильевич, здрасте. Присаживайтесь. Ух ты. Ничего себе. Поехали, поехали. Это ж надо! Вот что формулетчика с бабами делает. Ты смотри, а! Васечка! Люба, тут нужно подписать мировую. Все скучался, Васечка. Ага. Они уже все подписали, осталось тебе. Ты мой хороший, как я рада тебя видеть. А где же папаша? Папаша трясется. Слез бы умолял меня представлять его интересами. Боится, наверное. И правильно делает. Поняла. Вот. Вот мы и дома. Спасибо. Ага. Спасибо. Боже, неужели Ваську-то отсудили? Здравствуйте. Или на время привезли? Навсегда! Ой, какое счастье, Надюша! Поздравляю! Спасибо! Поздравляю! Поздравляю! Проходи, проходи давай. Нет, ты поняла, а? Вот так вот. Даже не верится, что весь этот кошмар закончился. Андрея, там точно не может быть такого варианта, если вдруг Вова с мамочкой передумают? Никакого варианта. Все окончательно и бесповоротно. Конечно. Ну, хорошо. А если что, у нас есть надежный защитник. Это правда. Всегда пожалуйста. Ой, ребята, спасибо вам большое. Без вас мы бы точно пропали. Надя. Спасибо еще раз. Я понимаю, может быть, сейчас не лучший момент, но я бы хотел в присутствии твоей мамы. Ой. И сестры. Так. Надя. Будь моей женой. Наденька. Я хочу быть твоим мужем и быть отцом для Васечки. Надя. Ой, как чудесно. Как ужасно. Ой. Соглашайся. Да не надо меня уговаривать, я и так согласна. Чудесно. Тогда Горько. 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 Ура. Ура. Горько, горько, горько. 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 Поздравляю. Горько. Три. Четыре. Минуточку внимания. Любочка, я решил спросить твоей руки. Ой, Боже мой. Любочка, если тебя не смущает перспектива, стать женой бывшего летчика, выходи за меня замуж. Ой. Я люблю тебя. Я тоже. Выходи, я согласна. Да, мама? Горько, Горько, Горько. Горько. Поздравляю. Горько. Поздравляю. Горько. Горько. Молодые. Фотографироваться. Горько, Горько. Горько, Горько. Игорь, смотри в камеру. Как? А любезнейшая ассистентушка, не одиноко ли вам будет одной в пустой квартире? Ну, возможно, что и одиноко. Вы слышали? Внимаю. Очень вас понимаю. Вера, я человек простой скажу просто. Давайте жить вместе. Я подумаю. Мам, лови. Ура! 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 Ура!